Продолжение следует... Но прежде участники встречи возложили цветы в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 28 марта указом президента России Владимира Путина был объявлен Днем общенационального траура. Здоровые города, районы и поселки – сегодня это крупнейшая национальная сеть в Европе по охране здоровья и формированию здорового образа жизни населения России. Ассоциация является частью глобального движения «Здоровые города», которое уже 30 лет реализуется при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Проект охватывает почти 2000 городов из 55 стран мира. Как отмечают руководители объединения в нашей стране, Ульяновская область – лидер проекта по многим показателям. Мы 7 лет назад создали национальную сеть. Мы стали пионерами вообще в мире по созданию национальной сети. Сейчас это уже 60 муниципальных образований. Это самая крупная национальная сеть вообще в Европе. И мы говорим жестко и заявляем о том, что мы должны выйти на все мировые показатели по качеству жизни, по длительности жизни, по сокращению смертности, младенческой смертности. Согласно ежегодному посланию главы государства Владимира Путина, Федеральному собранию в ближайшее время Россия должна войти в круг стран, где продолжительность жизни граждан превышает отметку 80 лет. Вклад в достижение такого показателя должен нести каждый регион. У нас уже есть определенные истории успеха. И мы хорошо помним о том, что за достаточно непродолжительный период, за который я могу ответить, за эти 14 лет, мы с вами почти в 5 раз увеличили объем финансирования здравоохранения. Мы в 49 раз увеличили с вами объем финансирования спорта. Мы построили сотни спортивных объектов, объектов, связанные с здоровьем населения. И, конечно, это, несомненно, должно сказаться на повышение продолжительности жизни. К слову, больше 10 лет назад продолжительность жизни в области в среднем достигала 60 лет. Сегодня эта цифра перешагнула отметку в 72 года. Согласно планам, к 2020-му вести здоровый образ жизни в регионе должны не менее 50% жителей, а спустя 5 лет еще на 10% больше. Таких результатов Ульяновская область должна добиться за счет реализации комплекса программ. Как пример, федеральный партийный проект «Здоровое будущее». В конце прошлого года при значительной поддержке партии и партийного проекта «Здоровое будущее» были приняты поправки в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан, которые ввели особый порядок ликвидации и реорганизации медицинских организаций и их обособленных подразделений. На днях в регионе в рамках проекта стартует акция «Неделя здоровья». Сейчас в течение недели во всех, подчеркиваю, населенных пунктах Ульяновской области будут организованы в поликлиниках «Дни открытых дверей» и дополнительные приемы узких специалистов. По субботам во всех школах Ульяновской области пройдут уже традиционные, но в более расширенном формате спортивные субботы. По итогам двух дней конференции ее участники должны принять ряд соглашений и прийти к консенсусу по созданию единой платформы «Здоровых городов». Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.